итак сравнение вот мы еще возле фуникулера значит samsung galaxy s3 блин а на экранчике ничего так красиво смотрится да но это ж не показатель это вот потом будет что на экране ой подожди а что это изображение стало притормаживать когда я вот так быстро вожу блин я там настройках не накрутил по моему стабилизацию выставил она вот дает такой эффект лучше без стабилизации наверное так пошли хоть что-то холодно что-то стало холодать и фольцик ты куда с такой скоростью нажимай какой несется все прикольно на телефон только говорю изображение как-то так дрожит надо надо рукой плавно нести 62 ботаничный сад контрактова площадь мы еще ботанический сад с тобой не съездили как-нибудь съездим вот смотри мы оттуда до приехали с той горы вот лишь фуникулер туда ведет и так мы потом спускали спускались и шли на константиновскую на метро тараса шевченко слушай от воды так холодно потянуло да прям просто вам не передать я сейчас телефон блин выпущу с рук такой ледяной ветер так шашлыки будет шашлык мусор горит они а может и шашлык о кстати это не виктор арестов там не собирают подписи киевский форсал слышал что женщина нам сказала раз вы уже в полгода в киеве значит вы уже киевляне так что вот так ребята полгода и все и вы киевляне что написано что написано раке по куда пошли я не знаю зачем это написали постоянно вы тут когда-то фестиваль был помните мы вам снимали концерт какой-то туда пускали только избранных остальные стояли в сторонке наблюдали мы смотрели ничего там не было вообще макбональдс есть да а вон же это арка дружбы народов видишь то есть это баба она аж там вот сейчас не видно вон она да по моему там в тумане где-то в той стороне подожди а где здесь вот это же было здесь это карта вот это или как там мужик сделал помнишь ну здесь же было а чё и убрали не здесь так макдональдс мы ни разу кстати не были в макдональдс можно сходить а то что-то жрать уже охота а если там народу мало слетаем сейчас а блин рукавички надо брать тебе мама перчаточки прислала а мне нет мне придется покупать я куплю себе кожаные перчатки понял скажу заменителя кожаные скажу заменителя ли это видео хоть пишет нет запись идет а тут пленки на сколько galaxy не понял что тут за шум а там эта трасса ну да под этим так представь это машины вот падут этой штукой ездит до обалдеть кто это все построил ребята кто вот это все настроил так сколько бетона сюда вылета плитки и все это кто это все было при советском союзе ребята сделано ух ты красота какая смотри мы отсюда не снимали пластмурно ой сколько сейчас время блин у меня сейчас руководит какая холодина ладик хочешь поснимать сколько час час дня ребята час дня не понял а тут что цветочный магазин ну да вон то церковь на воде помните ладик говорит мгм я ребятам говорю помните ладик мгм ржет замерз одевается ветер такой смотрите так все пошли напряжь это тот мост с которого мы не прыгнули да это эх мы там купались еще вот там на гидропарке да я только сейчас представляю ты бы за сколько денег туда сейчас прыгнул в воду за что кубаксов прыгнул бы да я прыгнул бы что тут такого дали бы тебе тысячу долларов только чтоб сразу я быстренько такси вызвал и поехал бы это в сельпо купил бы бутылку коньяка выпил и растерся и все и у тебя получилось бы девятьсот девяносто долларов и бутылка коньяка тестируем телефон дальше ну вот смотрите ребята нарисовали на заборе да ну нормально вот что то хоть там нарисовали хоть как то а не просто так вот как там придурки взяли всякую дерьмо всякое понарисовывали так вырви над припятью поморозь сиву буску по сырилу ничего не понял ничего не понимаешь что это такое ну вот такое искусство кстати а что это вообще краска она ж не стирается не от дождя не стирается масляная какая то краска ну прикольно да не просто архипенко 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 это нарисовал это малевича квадрат черный видишь самый легкий рисунок я даже могу такое нарисовать шашлычки шашлычки экскурсии тут всякие да отсохнут конечности у того кто посвернет на святые останки древней Киевской Руси вот так вот хотел зум сделать а в телефоне что тут плохой зум блин у меня сейчас палец отмерз вообще придется все таки растирать коньяком стоянка охотников на мамонтов Кирилловская понял вот эта улица Кирилловская оказывается тут была тут мамонты раньше жили понял интересно вот так машину времени и вот попасть да в прошлое и посмотреть как на самом деле было а не как нам рассказывают так хочется попасть в прошлое но не попадешь потому что мы в игре и это все виртуальная реальность и матрица понял? на самом деле нас нету мы просто чья то программа какого то криво криворукого хакера типа Владика не ничего хакер исправит скоро я думаю что скоро все исправится и будет все нормально и люди заживут счастливо и будут заниматься искусством будет много свободного времени не будут как лошади пахать за них будут роботы ну вот в принципе вот нам прямо туда идти и мы дома можно вот так но мы же хотим прокатиться а тем более мы жетоны взяли и туда и назад вот что мы будем хранить они нам надо блин еще у меня рука замерзла я буду левой рукой держать вот так итак фуникулер о смотри есть и этот банк банкомат здесь есть можем деньги снять с банкомата у нас три тысячи гривен на счету в Киеве жить с тремя тысячами смешно смешно я так на держи давай покажем какой жетончик вот такой жетон блин на нем ничего не написано просто фишка на токарном станке можно таких наточить так как тут входить на влади кинь за меня а то у меня рука онемела сейчас у тебя тоже да так должно зеленым загореться заходишь зашел вот эти я не пойму зачем железяки смотри вот такие вот железки просто защита да чтоб не упасть там стульчик видишь можно сидеть мастеру я просто снимаю это ну сравним да так Sony снимает какая 220 Sony да или Galaxy S3 как снимает сравнить ага только единственное после этого Galaxy приходится в Sony Vegas монтаж делать да и он и он качество то наверно срежет не ну я попробую слепить да просто без перекодировки а мне ж помнишь фирма подарила на Linux как это программа называлась ключ подарили подарили чтоб я им рекламу сделал а я забыл вот ногу если засунешь то хана о вай-фай смотри он же ж видишь вай-фай есть бесплатный в уникулёре попробуй сейчас поймать на свой телефон да а ну доставай лови вай-фай сейчас зайдем может перчатки где-то купим с тобой выше поднимайся вот сюда пошли куда ты вот сюда идешь самый верх смотри опа-опа-опа-опа-опа о как холодно видишь всего три кнопки нажимаешь выкл лет назад блин все приехали бензин кончился тушим трансляцию ребята есть да и что подключился прямо а ну скорость проверить скорость качать можно тут фильмы нет голуби сручные смотри синичку кормит тетя прямо вот они и на зеркало и садились смотри вот ладик с руки прямо кормит тетя смотри что залетит ну давай синичка какая-то трусливая синичка мы так голубей кормили мы так голубей кормили прямо в руки летят ну боится синиха синиха боится вон они крутятся рядом но в руку не садятся ну что классный вайфай да? оно в youtube можно зайти и фильм посмотреть да давай короче мы нашли ребята в Киеве бесплатный вайфай фуникулёре можно же даже билет не покупать просто зайти да? или он только в вагоне ловит нет тут надо код ввести тогда будет интернет а таки нету да интернета? нет обманули? ну ты не пос... надо ввести код а потом реклама будет на телефон аааа не надо тогда не надо ну его нафиг рекламы нам не надо да мы сегодня едем да так надо снять видео как управлять фуникулёром короче Владик Седыки решил быть фуникулеристом водителем фуникулёра блин наверное намолол его не понял а тут один канат смотри вверху стояли два каната были да? а тут остался один блин как мы теперь доедем кто ж голуби и синячки видишь? тут и летают потому что тётя их подкармливает синячка на канат села а канат весь в смазке и у неё лапы теперь грязные в солидоле тётя будет кормить она лапами садится на руку и теперь у тёти в солидоле рука вот голубь провожает нас голубь хорошенький они как коты здесь оп полетел ну поехали ну поехали тут два шага слышишь и блин вот это восемь ревень стоит тут два шага так так всё смотрим управление смотри Владик как сейчас тётя нажимает смотри сейчас какую кнопку блин закрыла ай тётя так резко нажала кнопку чуть чуть не упали закрыло всё управление я их серьёзное там кто наш Птенет кто на Стенет тут такая игра возьмешь кадры с этого видео и сделаешь игру понял stalker 3 будет stalker на фуникулере ехать а в gta там есть фуникулер не есть есть тоже тут киеве снимали видео так смотри стрелка переходим с одного пути на другой лишь айпли одно колесо не попало они попал блин там спалой смотри уже пропадают через одну не хватает спал уже половину от не упадем не нельзя по мобильному телефону разговаривать за рулем так со вторым пиши не со вторым фуникулером а тут расходятся посредине понял так вот устроена хитрая эта система всего их два и вот этот канат на нем наша жизнь вся висит но кто там канатики понял если с ним что-то случится то на контрактовой площади будешь собирать телефоны мобильный упал по сошлись сошлись как она тут лень по рельсам не понял было 4 теперь стало 2 головоломка вот теперь два каната видишь ну да это ж на второй фуникулер 2 канат понял блин до меня дошло ребята это ж противовес эх вы механики один фуникулер висит и 2 и тут усилие тогда небольшое надо то есть один другому противовес понял ну как видел часы старинные две гирьки и цепочка ну блин как тебе объяснить а вадик ты понял все очень просто давай давай до этих красных кнопок надо упереться конечный выключатель тетя вообще управлять думаете вот он нажала кнопку все все мне понравилось быть водителем маникулера ну вторая дверь чего не заклинило так а тени в их люди не выходят остальные владик он наверно дальше идет ребенок расплакался испугался такая страшная поездка он боится смотри увидел моргающие эти цветные эти расплакался дедушка ударила его короче по балде того малого а дедушка виноват остался вот так ватку нам кстати на ремонт такую приносили так это она так я заблудился куда мы пришли к пианино ну нам же сюда там тупик итак сравним видео с телефона я со я нагрелся фуникулеры так хорошо вот а теперь смотрите звук galaxy из 3 и видео мне кажется цвета здесь лучше в галакси цвета такие красивые там деньги там деньги в чемодане говорил тебе учись играть пришел бы с ямахой сюда со своей и как дал бы эти денег бы сразу накидали чтоб только ты не играл так знак знаешь какой стоянка остановка запрещена 30 метров вправо 10 метров влево нельзя стоять ты понял тут только для послов зайдем хочешь евросоюз поедем да поедем обязательно поедем только учебу закончишь и валим отсюда министерство закордонных справ украины и золото табличка такое здание большое клоны такие блин как в египетских пирамидах представь сюда бетона да ввалили в каком году вот построено это здание погуглите вот один министр на шкоде приехал воскресенье поработать я замерз пошли на андреевский спуск спустимся и подымемся и опять нагреемся потому что мы сюда пока поднимались мокрые стали зачем он шипованную резину одел уже куда он торопится еще еще не гололед а вроде снег там да ты говорил на днях да понедельника ребята снег будет а мы ботиночки себе классные взяли такие теплые по тысячи гривен недорогие шарахнуться сейчас обувь купить да какие то сраные ботинки тысяча кривит это при минимальной пенсии в тысячи четыреста обалдеть вот это мы круто живем бедные старики как выживать ну молодежь не лучше молодец царикам хоть пенсию платят а молодежи нихера не платят сам ой босиком она без носков блин меня аж свело в судорога глянь что такое что это батарея батарея разряжена блин мы и самсунг посадили ребята ой ёё плохая тут батарея в этом самсунге надо новую покупать так что приходится и на нём завершать трансляцию дальше в общем то ничего интересного просто поход в сельпо ну всё ребята всё всем пока это сейчас идёт запись идёт а ну вот это же идёт запись да а то было блин я по-моему всё наоборот ребята нажимал не вот это идёт запись сейчас весь моргает красная кнопка значит всё правильно не ну я сейчас веду запись вот это сейчас идёт правильно ну когда я нажимаю не идёт тут кстати пауза есть бля я чуть опять в эту штуку не въехал ну что представь бы сейчас как я загудел нахер они их понаставляли блогерам невозможно пройтись тут засмотрелся и будешь носом горнуть свой галакси встретить по асфальту ладно всё всё ребята всем пока и да ребята скайп восстановился но опять же у кого тормозит обновите просто скайп и стало нормально сейчас в чате общаться ну тут же у меня ноутбук всё тоже но стало классно всё там иногда подвисает но очень редко поэтому у нас чат вернулся опять сюда пока в скайп для новичков значит как найти мой скайп сервис инет собачка укр.нет запомнили вот мой скайпчик вот и заходите так а потом там Петя Данилюк добавит вас в чат помните наш чат вот он вот такой значок вот этот Петя Данилюк он занялся модерация следит чтобы там мотиков не проскакивало каких то там всяких неприятностей и вот здесь ой кстати это Петя просит о помощи а мы только пришли что он просит кто есть в чате да блин только только перехвалил а не ту кнопку нажимал короче вот тут мы друг другу помогаем в чате в этом в скайпе ну сначала в скайп войдите потом в чат попросите добавимся добавитесь вот такие наши бродилки ребята вот так мы побродили пришли а всего то только 4 часа дня на улице уже темно 11 ноября блин лавика 11 ноября что то произошло я не помню что что то в мире произошло вот это какая то дата там какая то такая сакральная дата что то там краем уха слышал но не знаю ладно напишите там под видео что сегодня у нас такое что за день почему принято считать это какой то точкой отправления не знаю сейчас вот камера у нас зарядиться старенькую Соньку я продал за 700 гривен забрали хорошенькая камера все было но у нас она уже не устро блин что я сделал отошло ой о Владик тут у нас разъем где то уже отходит бедная Сонечка надо ее делать надо тут провода просмотреть где то отходит короче сейчас она зарядится сейчас перегоню видео и сравним как камера снимала и как телефон Samsung Galaxy S3 ладно ребята все всем пока вот так вот выходные пролетают быстро по ремонтам там видео просите снять ну конечно будем снимать но е-мое по любому будем снимать чуть попозже я же говорю только от отравления от этого отошли я думал у меня это приступ а у Владика тоже рыгалом тоже плохо было Владик ты тут помахай ребятам Владик ой мы зашли в музыкальный магазин батарейка ж была севшая познакомились как его Виктор то зовут и он подсказал как нам теперь в FL студию сделать так чтобы если плохой ноутбук ну чтобы не грузила процессор покажешь ребятам да как сейчас ой твои секретные данные покажи ребятам как в двух словах а я покажу ребята Мили опять вернулась к нам опять эта досточка она не может без нас там ребята какие то не знаю странные она просит декальцинацию сделать ну а они такие пишут плохая подача пара ну конечно плохая там кальций собрался вода плохая во первых воду надо нормальную сюда наливать вот в этот бачок во вторых надо покупать таблетки декальцинировать и вот сейчас они такие отморозились типа прикинулись что они не поняли в чем дело и написали плохая подача пара а какая плохая подача пара она просит декальцинацию опять всего то но они видно не знают как ей пользоваться хотя им дали инструкцию такую ой она без перевода а владик ну да что мы от них хотим требовать если она без перевода учите языки ребята мили это похоже немецкий язык видите две точки вот ну по любому на английском есть блин порвал кто там книжку со злости видите они мы тоже долбола это меди взяли и оторвали кусочек это ну шучу я прикалываюсь так что там владик покажешь ребята мне как тебе сказал это делать паузу пока ставлю короче тут ребята фл студия блин плохо снимает этот телефон потом владик на своем канале будет обучение вылаживать попозже пусть пока сам хотя бы научиться он кстати у нас в академии своей опять первое место занял по урокам по всем короче он уже на первом месте ладно все всем пока блин мы серегу там владик ждали а он вот он где то был видишь на михайловскую не пришел а может они где то там рядом собирались короче вот интересный аким наберите в интернете это сергей из запорожья пытается как то изменить нашу жизнь к лучшему ну почему то мало людей собираются сейчас видео так и сжимаю ребята просто вот куски на снимали и в мавави пожалуйста он четко в конвертере быстро раз 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 пять гигабайт видео сейчас за считанные минутки сожмет вернее не сожмет просто склеит их и все все куски я сейчас не редактирую видео напомню никак вот она снимала то что там наболтал вам всю правду и неправду ничего вообще не монтирую ну лень с одной стороны с другой стороны компьютер не позволяет а с третьей стороны как мне пишут комментарии что так даже лучше наверно да мне тоже так нравится когда другие блогеры так делают ничего не вырезают иногда может нудно смотреть но тем не менее классно чем когда что-то там смонтировали и все у вас так красиво получается так неохота смотреть как не